Добрый вечер, это программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 25 минут мы посвятим теме цен. Есть для этого, не знаю, хороший или нехороший, уж как кому, информационный повод. Минэкономразвитие предложил с 15 числа в тестовом режиме на целых три месяца отменить административное регулирование цен. Вот что это за эксперимент, в чем он будет заключаться и вообще как, собственно, у нас регулируются цены, чего ждать простым потребителям. Об этом поговорим сегодня с гостем студии, которого я с удовольствием представляю, экономист Владимир Соболев. Здравствуйте, Владимир Мазуревич. Не знаю, как, собственно, пройдет или не пройдет этот эксперимент, чем он завершится, будет ли он длиться три месяца или все вообще прекратится достаточно заблаговременно, если можно так сказать. Зачем это нужно, зачем это необходимо? Минэкономразвитие говорит о том, что неэффективно административное регулирование, что, в принципе, возможно даже снижение цен. Ну, с точки зрения смысла и принципа организации рыночной экономики, да, это правда, потому что даже в теории можно доказать, что административное регулирование, то есть, вернее, есть несколько способов воздействия на ценовую динамику. Да, значит, обычная классика, там, если дефицит спроса, значит, цены растут, значит, нужно расширять предложение, да, значит, если, скажем, не удается, то в Советском Союзе это было излюбленным методом регулирования воздействия на цен, административные ограничения, которые всегда заканчивались с провала, всегда, во все времена, так сказать, и так далее. Даже вот сейчас мы, если посмотрим на ДНР, там визиты этого, значит, лидера, так называемого, значит, на рынке и приказы, значит, призывы к тому, чтобы были справедливые цены заканчиваются тогда, когда он уходит с рынка, так? Ну, там, где редко рынка, может, там послал на фронт, значит, за то, что он, значит, что-то не так сделал. Ну, как бы абсолютно бессмысленные показушные мероприятия, поэтому с точки зрения логики, да, но дьявол всегда в деталях, так? Значит, наша экономика, она же не является рыночной, так? Поэтому вот даже административное ограничение цен у нас, которое до сих пор как бы происходило, значит, чем сопровождало? Значит, да, цена на хлеб регулируется, например, да, то есть через ограничение рентабельности, там, штрафные санкции для нарушителей и так далее. Но цена же на муку не регулируется, так? И поэтому, естественно, мука как элемент цены хлеба, значит, дорожает постоянно. Ясно, что рентабельность производства хлеба из качественной муки снижается. Значит, что делает производитель? Он делает то, что в результате делает хлеб несъедобный. Поэтому внешне вроде бы регулирование есть, цены держатся, но чем дальше цена держится в условиях подорожания всех остальных ингредиентов, из которых состоит хлеб, тем хлеб становится менее пригодным для поедания. Поэтому, в принципе, эксперименты о пенсионерах можно проводить бесконечно, да, путем ограничения цен. Но проблема в том, что не факт, что снятие этого ограничения приведет к улучшению качества хлеба. Потому что производитель, в принципе, уже развращен уже этим, да, поэтому ему, скажем, удобнее продолжать снижать качество, да, для того, чтобы эти доходы, скажем, с меньшими усилиями получать. А зачем, я прошу прощения, зачем производителю, в случае, скажем, если это происходит, зачем ему вообще сохранять вот эту социальную, скажем, линейку, если мы о хлебе говорим? Не будут снижаться. Почему? Потому что надежда на то, что цены будут снижаться, ну, скорее всего, не оправдается. Опять же, почему? Потому что в условиях рыночной экономики, да, у нас экономика очень сильно монополизирована. Причем даже в тех отраслях, которые не являются естественными монополиями, там, электроэнергетика, там, водоснабжение, годоснабжение, даже в таких сферах потребительского рынка, да, существуют негласные сговоры, вот, существуют тайные соглашения. Очень часто антимонопольный комитет ловит там некоторые сети, да, обвиняет их в сговоре, накладывает штрафные санкции, но просто выгода от сговора несопоставима с размером штрафных санкций, поэтому это все благополучно продолжается. Поэтому, как бы, сама по себе отмена админрегулирования без комплексного изменения всех остальных элементов функционирования этого сектора, она мало что даст, и, в принципе, в этих условиях, то есть, что-то и даст, что она приведет к дальнейшему ухудшению жизненного уровня пенсионера. В общем, проблема. Тем не менее, в качестве обоснования такого рода эксперимента Минэкономразвития говорит о том, что статистические исследования указывают на неэффективность административного регулирования цен на продукты питания, цены на товары, на которые распространяется регулирование, растут в среднем на 20% быстрее, чем цены на другие продукты питания. Вот как же так получается? Вроде их регулируют, а они растут быстрее, чем на рынке. А понимаете, регулирование, опять-таки, я же повторю, само по себе регулирование без второго элемента государственного управления, без контроля, оно само по себе ничто. Потому что, да, ты ограничиваешь цены, да, производитель или торговый посредник плевать на это хотел, и их увеличивает явочным порядком, так, и в силу того, что санкции как бы несоизмеримы с выгодами от увеличения, и в силу того, что даже санкции, если помните, еще и Цанюк вел как бы запрет моратории на проверки, да, то есть, поэтому, в принципе, левая рука не знает, что делает право, поэтому, в принципе, опять-таки, сама по себе мера прогрессивная, возможно, которая могла бы дать какие-то результаты, может быть, даже и снижение, накладываясь на прочие механизмы ограничения рыночных элементов, приводит, так сказать, к каким-то, как мы их называем, мутациям, то есть не к тем результатам, на которые мы рассчитываем при прочих равных условиях, при здравом функционировании этого механизма. В общем, проблема. То есть, поэтому, в принципе, намерения благие, да, но декларации хорошие, но реализованные, как бы, частичными мерами, да, они не дадут тот эффект, на который рассчитывают, а, скорее всего, дадут эффект обратный. В общем, проблема. Ну, вот помимо того, что есть жесткое администрирование и регулирование цен, то есть какие-то их там предельные показатели, есть ведь разного рода еще неэкономического, скажем так, характера соглашения с теми же производителями. То есть там, ну, не знаю, мэрия там или еще руководство местной власти договариваются там с хлебозаводом там в каком-то городе о том, что вот, ребята, давайте как бы идти дружно. Да, давайте же дружно. Все прекрасно понимают, что могут создать друг другу там определенного рода проблемы и как-то вместе пытаются этих проблем избежать. Вот такого рода, в принципе, влияет регулирование на цену конечную, даже если будет отпущена цена. Эффект, оно может дать, но лишь характерированный. Вы поймете, что против экономических механизмов всякие такие административные, как бы полуофициальные такие джентльменские соглашения, они мало что дают, вот, скажем, это же на уровне, скажем, нашим местным, а на самом-то деле такого рода джентльменские соглашения и страны международного нефтяного картеля между собой осуществляют. Ну, как бы они договариваются об объемах суточной добычи, там, сколько-то баррелей, там, по странам квоты, да, но желание, скажем, все-таки заработать часто перевешивают, и кто-то начинает первый играть, так сказать, втихаря, а все остальные, понимая, что это происходит, быстренько к этому делу, значит, подключаются. Но в этом случае цены тогда просто падают, обваливаются, да, а у нас наоборот, значит, договорят о том, чтобы цена, значит, не повышалась, да, значит, быстренько, ну, прекращают свое действие, потому что все равно в условиях, понимаете, как если договариваетесь, вы можете договориться с хелебозаводом о цене на хлеб. Да. Но вы же не сможете договориться с мукомольным заводом о цене на муку, или с пиццефабрикой о цене на яйца, или там с молочным комбинатом о цене на масло. Ну и бензин традиционная составляющая, которая... Само собой, а электричество, а газ, вот, поэтому это чистая иллюзия, в принципе, чисто пропагандистские, по-своему, как бы, оправданные с точки зрения местной власти популистские меры, чтобы призванные убедить население, потому что власть, я же за вас, как бы, я за вас стараюсь, я вот на них воздеюсь, значит, вот сейчас, сейчас будет вам счастье, вот, и люди в какой-то мере, может, это счастье ощущают, но очень предлежит время, потому что процессы-то продолжаются негативно, на которые местная власть не может влиять, она же не может договориться с теми, кто поставляет составляющие компоненты, ингредиенты, так называемые, на этот хлеб. Вот вы говорите, что рынка нет, то ссылаетесь на экономические механизмы, против которых какие-то политические решения, условно, если можно так назвать, они бессильны. Вот если говорить об экономических составляющих это все, насколько высока, в принципе, рентабельность не только у производителей хлеба, а у производителей других товаров социальных, да, вот, этой группы, потому что там же не только хлеб, по большому счету, мы можем говорить о каких-то, не знаю, слишком больших, там, процентах, которые, ну, в общем-то, можно сократить по большому, умерить аппетиты производителей. Вряд ли, потому что, в принципе, фактически эта рентабельность, она складывается из чего? Из затрат, вот, плюс прибыль, да, то есть считается прибыль по отношению к затратам или по отношению к себестоимости, так? Поэтому, если затраты постоянно растут, затраты же не административно не регулируются, то рентабельность, она не является такой высокой. Они же не являются монополистами официально, да, поэтому реально, в том-то же дело, что когда цена искусственно сдерживается, у них рентабельность не может расти. Вот, поэтому, когда ограничивается рентабельность, в этом случае, скажем, 5 или 10%, то что такое 5 или 10%? Как для Германии это достаточно для Европы, вот, потому что для них вот это, ого-го, какая рентабельность, когда в условиях, когда процентная ставка стремится к нулю. А у нас, когда, в принципе, монополисты жируют там 60, 70 и 100%, рентабельность, в принципе, при рентабельности 5% в наших условиях, когда производитель постоянно имеет дело с монополистами-поставщиками, у него действительно не остается времени на модернизацию, на переоснащение. Эти же предприятия тоже должны, как бы, идти в ногу со временем и, как бы, совершенствоваться, и внедрять новые технологии, энергосбережения и прочее. Это требует затрат. А при таком уровне рентабельности, который административно ограничивается, средств на развитие достаточных, естественно, они не имеют. Но я, причем, спрашиваю, потому что... Поэтому они искусственно, как бы, снижают себестоимость, чтобы поднять рентабельность, чтобы какие-то средства вымыть, как бы, из-за из-за оборота для того, чтобы опустить их, допустим, там, на развитие. Да, вот, но ясно, что платой за это является снижение качества и все. Я этот вопрос задаю, вопрос об окончательной, в принципе, цене того или иного товара, потому что, ну, в свое время, правда, это было достаточно давно, и имел удовольствие наблюдать, как формируется цена, скажем, у людей, которые занимались торговлей, стройматериалами, импортами. То есть, при пересечении границ, там, цена просто калькулятором, там, автоматически умножалась на 5, и все, и это дальше шло. То есть, вот, там, реально, я не говорю, что это сверхприбыли в конечных цифрах, но, реально, там рентабельность огромнейшая просто вообще. И мне непонятно, вот, насколько она действительно большая в тех сферах, о которых мы говорим. Ну, это же надо смотреть официальную отчетность. С точки зрения официальной отчетности, она нормальная, потому что производители, вернее, поставщики того же хлеба, они же вписываются в эти административные нормативы, да? Поэтому, в принципе, да, не исключается, что теоретически можно искусственно раздуть себестоимость, как бы, даже без, то есть, как бы, куда заложить не только подорожание, значит, муки, да, а и отсутствие подорожания, просто какие-то дутые, там, услуги каким-то сторонним фирмам. Но тогда мы выходим на еще более глубокую и правильную проблему, о которой все умалчивают, на глубокую тенизацию нашей экономики. То есть, как бы, если вы закладываете искусственные, так сказать, затраты, да, несуществующие, существующие, значит, вы должны их потом получить в виде какой-то кэша налички, да, то есть, у вас должна быть система, значит, обналичивающих фирм, левых всяких, так сказать, этих самых предприятий, которые буквально мы вот иконы, то есть, мы опять приходим к тому, что вот эта проблема админрегулирования, она потом в итоге упирается в следующую проблему, которая не решается, проблема тенизации, да, а проблема тенизации выходит на интересы соответствующих высокопоставленных людей, которые управляют этими теневыми потоками. Там периодически мелкую рыбку, сушку вылавливают какую-то, да, показывают по телевизору, вот накрыли еще один конвертационный центр, еще один, еще один, там, который обслуживает террористов и прочее, а те центры, которые не обслуживают террористов, а обслуживают власть имущих, они находятся под крышей спецслужбы, естественно, благополучно они функционируют. Поэтому вот эта проблема пока еще к ней власть не подобралась, поэтому опять-таки вот этот верхний срез, когда мы пытаемся снять админрегулирование, да, мы решаем, может быть, не факт, одну проблему, да, но мы не подступаемся к следующей проблеме, которая все равно в итоге будет сводить на нет все наши попытки какого-то улучшения. То есть, повторяю, в краткосрочной перспективе, да, возможны позитивные эффекты, но время идет, а в долгосрочной перспективе то, что генерирует эти все процессы, если оно не изменяется, да, значит, сводит на нет все попытки как бы улучшить ситуацию надолго. То есть, теоретически, вот эти три месяца, которые закладывают, по крайней мере, в проект эксперимента, могут дать положительный результат, да, то есть цены, в принципе, должны быть снизиться. Какое-то, да, и можно отрапортовать. Вот смотрите, как хорошо, что мы получили позитивный эффект, значит, но это не значит, что если мы в первые три месяца получаем позитивный эффект, что это доказывает то, что админрегулирование надо снимать. Это доказывает только то, что в эти три месяца кто-то, может, испугался, кто-то, может быть, как бы, временно затих, вот, а, значит, когда вы это дело вернете, то все теневые механизмы, так сказать, эксклюзивного обогащения, они вернутся. Вот говорите, что не надо снимать, получается, да, административные механизмы, это же абсолютно антирыночные вещи. Понимаете, все нужно делать в комплексе. Повторяю, если мы берем из десяти узлов, которые, к примеру, завязаны на какой-то проблеме, развязываем только один, а остальные прочно завязаны, то мы проблему не решаем, поэтому надо решать все, а все решать в комплексе, опять-таки, куда надо посмотреть, в корень, а корень у нас что? Энергетика, которая формирует затраты во всех сферах. Что у нас там происходит? Сами знаете, что, да, у нас там происходят постоянно непрозрачные, мутные процессы тарифообразования, ценообразования, которое закладывается во все, в том числе в цены на хлеб, да, поэтому если вы там не поковыряете, не вытащите на свет с божьего, на солнышко все теневые механизмы, да, вот, а на каком уровне это надо решать? Не на уровне политической декларации, а, прежде всего, на уровне принятия нормативных актов. Что у нас Верховная Рада благополучно провалила? Закон о национальном регуляторе, потому что действующий регулятор энергических тарифов действует вне правового поля, да, он никому не подочетен, ну, понятно, подочетен он первому лицу государства, абсолютно бесконтролен, абсолютно по-хамски, так сказать, ведет ценовую политику, никто ничего не знает, цифры никаких мы не знаем, то говорят, верьте нам, что цена газа должна быть 7 тысяч гривен за тысячу кубов. Поэтому ясно, что эти, как бы, такие самые глубинные механизмы, теневые коррупционные, которые сформировались прежней властью, предыдущие вот этой прежней власти, и так далее, за 20 лет все от этого кормились, продолжают кормиться, вот, и счет идет на десятки миллиардов. Поэтому вот эти вот крохи, которые, скажем, какие-то блошины, какие-то меры, которые чуть-чуть, может быть, что-то там с хлебом, может быть, дадут, да, вот, на небольшое время, они не решают общий проблем, потому что ведь пенсионеры, у нас же не только пенсионеры, пенсионеры сидят не только хлеб, да, в некоторых пенсиях выдают только на хлеб некачественный, да, но у нас же, понимаете, как социальная политика же не должна касаться только пенсионеров. А у нас в нищете растут, проживает растущий процент населения, да, оно потребляет товары, цены на которые не регулируются, да, и цены на эти товары растут неконтролируемым образом, да, то есть те же монополистические механизмы, они продолжают благополучно действовать, причем они теневые эти механизмы, вот в чем дело. А насколько, да, насколько в нашей стране при всех вот этих вещах, о которых вы говорите, насколько, в принципе, работают, ну, вот классические качели спрос-предложения, насколько спрос может в итоге повлиять на цену? Ну, вот сейчас, предположим, да, поползут цены вверх, да, то есть как-то люди начнут себя ограничивать, остановит ли это, опять же, учитывая то, что возрастут у нас расходы, там, не знаю, на отопление помещений, на газ, на свет, на бензин и так далее, возможно, остановит ли это все? К сожалению, вряд ли, почему? Потому что классическая схема спрос-предложения, она классическая потому, что в реальной жизни она не действует, в реальной жизни все намного сложнее, но даже у нас, скажем, если мы учтем, что у нас уровень дохода в основной массе населения очень низкий, и доля расходов на питание чрезверно высока, то есть, в принципе, если у вас, допустим, высокий доход, то вы без труда можете сократить при росте цен ваше потребление, да, а если у вас низкий доход, и все ваши деньги, жалкие, нищенские доходы идут на приобретение самого необходимого, самых простых, самых, скажем, низкокачественных продуктов, так, то дальше, да, вы можете сокрыть, потому что вы будете просто голодать, да, но тогда вы будете голодать, и, в принципе, вы будете воспроизводить свою рабочую силу, как говорил Маркс, писал в свое время в хиреющем виде, то есть, теоретически можно, конечно, так же, как был когда-то анекдот, а можно, скажем, там, повысить водой коровы, там, в два раза можно, а как? Добавить воды, а можно в 3, в 4 можно, а в 5 нельзя, потому что уже будет прозрачная, значит, эта бутылка, да, то есть, все можно, но это же мы подходим механически, потому что исходим из того, что, так, цена высилась, человек сократил потребление и чувствует себя замечательно, но он же и так себя чувствует сегодня уже, отвратительно, особенно пенсионеры, и основная часть населения перебывается, как бы, от зарплаты до зарплаты, они уже не думают ни об отдыхе, ни, там, о покупке мебели, товара, одежды даже, понимаете, это же, да, можно воспроизводить нищету и радоваться, что идут реформы, конечно, можно, да, но только, понимаете, реформа, которая плодит нищету, это не реформа. Ну, собственно, тут не говорится о реформе, это заявлено как эксперимент, да, это будет отслеживаться динамика цен, и будет некий пилотный, да, вот, проект и анализ после него, а если говорить о процентах, вот, вы говорите, что может кратковременный эффект, на сколько процентов, по-вашему, это все может сыграть, вот, в течение этих ближайших трех месяцев, там, та же цена на хлебах, учитывая, опять же, что... Ну, смотрите, значит, вот, обратите внимание, все лето идут колебания цен, там, на овощи, фрукты, да, вот, сейчас урожай, значит, наметился какой-то, да, и прогнозируется, там, на 10-15, даже до 20% снижения цен на некоторые овощи, да, вот, поэтому, в принципе, значит, тут трудно оценивать, это будут такие среднепотолочные прогнозы, то есть, я бы не брался, значит, оценивать на сколько, вот, потому что это надо знать объемы товарооборотов, там, балансы, там, доходов и расходов, вот, но, в принципе, понимая, что цены могут быть завышены, то процентов 10-15, в принципе, может быть, может быть, на какие-то товарные позиции, может быть. Но не на все, естественно, да? Естественно, не на все, вот, ну, трудно, трудно, трудно сказать, насколько это улучшит, там, социальное самочувствие наших граждан, то есть, пенсионеров, прежде всего, потому что люди-то, которые не покупают этот хлеб, на них оно же никак не отразится, правильно? Вот, поэтому этот сегмент пенсионеров, то есть, трудно говорить, потому что их жизнь, вообще, она не подчиняется никаким нормальным закономерным, то есть, они как выживали, вот, и от того, что там хлеб у них станет дешевле, у них же коммунальные услуги не станут дешевле, понимаете? А пенсия-то одна, и даже та же 1200 или там, или 1300 минималка, если он станет есть меньше, вернее, как бы, станет есть больше хлеба, да, то это будет недолго, потому что в сентябре его догонят тарифы на коммунальные услуги, и он будет есть меньше хлеба, даже более качественного, потому что хлеб будет более дорогой, и ему все равно придется выбирать, и он обычно выбирает оплату коммунальных услуг, то есть, он как жил в проголодь, кушая плохой хлеб, так и он будет жить в проголодь, кушая, может быть, лучший хлеб, но это ли является целью, скажем, политики регулирования? Вообще сложно сказать, что является целью политики регулирования, кроме понятных, конечно, вещей, которые лежат на поверхности, снизить там социальное напряжение, да, действительно, совершенно мало имуще, возможность приобретать хотя бы и там пониженного качества, но тем не менее, достаточного для проживания. Если говорить о сговоре, о котором вы упоминали, ну, понятен там сговор общемировой, там, когда один продукт, в принципе, понятны и были, наверное, случаи, когда на одну там или две товарных позиции тоже существовал сговор в пределах, возможно, даже целой Украины, хотя, как правило, это нескольких областей касалось, но если говорить о группе целой продуктов питания, которые попадают в социальные товары и о совершенно мультивариантном вообще-то таком рынке, да, где там совершенно какие-то рынки, киоски, там, бог знает, что там не только крупные товарные торговые сети, прошу прощения, да, вот а сколько вероятен вообще сговор и как он может повлиять в такой ситуации? Ну, даже, понимаете, не только сговор, вот, опять, второй элемент, который может привести к сохранению множественности цен, вот смотрите, значит, даже вот вода, допустим, да, в разных городах цена разная, почему? Потому что в разных городах разные, скажем, компании, которые это производят, то есть там сговор не нужен, там у них свои, свои, как бы внутренние разборки, там, с местной властью, местный монополизм, скажем, на уровне того же Харькова, да, 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 даже может быть, она и сейчас разная цена на один тоже сорт хлеба в разных точках, в разных магазинах, потому что теперь включаем, почему? Включаем второй элемент, а теневые потоки, неучтенка так называемая, да, все вот эти вот левые, так сказать, полулевые киоски, у нас же куча всяких торговых точек постоянно, как бы, разоблачаются, которые без лицензии, без ничего торгуются, значит, сколько этого? Мы не знаем, мы только знаем, что это есть, а каков отдельный вес? Можно только предположить, что, в принципе, если вся экономика наполовину в тени, то трудно, скажем, быть оптимистом, говоря о том, что в хлебном, нахлебном рынке там тенизация меньше, наоборот, везде, где есть наличка, она как раз в этой сфере существует, там есть тенденция к более высокой тенизации, чем в среднем по экономике, потому что неучтенная продукция, это неучтенные денежные потоки, вот, естественно, даже один и тот же завод может иметь часть точек официальных, которые по бухгалтерии, по белой проходе, часть неофициальных, да, конечно, можно прийти проверить, осуществить рейд, но посмотрите, что изменилось в коррупции в налоговых, постоянно, то там какую-то поймает высокопоставленную даму, только у нее сумма взятки 150 тысяч, то на местном уровне поймает не менее высокопоставленную даму, только там сумма взяток 50 тысяч гривен, да, поэтому в принципе, скажем, если тебя поймали, да, если тебе грозит официальный штраф, там, ну, к примеру, там, 10 тысяч, да, ты даешь проверяющему 5 тысяч, и вы расходитесь, да, потому что из-за этой теневой выручки все-таки ты что-то имеешь на развитии, поэтому вот эта вот тенизация, проникшая не только в экономику, но и в сознание, во взаимоотношения, это тоже очень мощный фактор, который консервирует вот эти все вещи, то, что вы называете сговор, да, это то же самое, что практически мы сколько не призываем к отмене Мажори Тарки, да, потому что она ведет к покупке голосов, да, но, и даже если мы ее отменим, да, а люди будут склонны продавать голоса, они будут продавать голоса по партийным спискам, понимаете, то есть вопрос уже людей и трудящихся, которые свыкли с этой системой, получается негласный как бы сговор населения с властью, это тоже влияет. Ну, как говорит Леонид Каневский, это уже совсем другая история, я думаю, что мы обязательно об этом поговорим, но в другой раз, слишком много неизвестных, конечно, вообще-то составляющих в этом эксперименте, начиная от сроков и возможностей реализации, и заканчивая итоги. С конца понятна идея, почему, вот какой смысл в этом деле, то есть. Ну, смысл-то, тут-то нормально прописывают, что это полившение бизнес-климату, спрощение умов введения бизнесу, ривнях, можливости для всех графцев, ну и так далее, и так далее, то есть, в принципе, это прописано, но у нас всегда прописано, все хорошо, как выйдет. Это декларация, да, это вопрос, да, но об этом в другой раз опять же посмотрим по итогам. Спасибо большое, что были гостями нашей студии, спасибо, что смотрели нас сегодня, на этом все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok